Итак, в прошлых видео мы с вами разобрали конструктор страниц на хостинге. Видео я назвал аналог Adobe Muse. Так оно и есть. Очень похоже по простоте и удобству этот конструктор. Аналогично создается только Adobe Muse платный, а этот конструктор получается бесплатным. Давайте посмотрим в этом видео, как редактировать мобильные версии сайта, чтобы сайт на мобильных устройствах смотрелся адекватно. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Итак, здесь мы видим вкладки. Широкий, декстоп. То есть если мы кликаем на эти кнопки, видим, что у нас каркас сужается и у нас здесь не все хорошо. Дальше планшет, смартфон и есть автокомпоновка в режиме бета. Если я сюда кликаю, здесь подставляется галочка. В данном случае автоматическая компоновка работает не очень хорошо. Если мы кликаем туда еще раз, у нас выскакит сообщение. Переделайте свой текущий дизайн под конкретный режим. Мы советуем сделать резервную копию. Вернуться к предыдущему дизайну, который у вас был до переключения на автоматический макет. Давайте этим и воспользуемся. Применить. Итак, кликаем по декстопу и видим, что наши блоки, картинка, видите, да, текст смещается. Посмотрим на другие блоки. Здесь тоже искажение картинки. Ну и на третьем блоке явные искажения. Подложка от телефона ускакивает куда-то вниз. И как это все оправить? Выбрав декстоп, он подсвечивается зеленым. Здесь есть, видите, версия декстопа выключена. Нажимаем «Включено», то есть подставляется галочка, прям сюда кликаем. И давайте редактировать макет декстоп. Начнем с фотографии. Кликаем по карандашу. Свойства. Свойства. Здесь сбрасываем параметры. Применить. И за краешек убавляем картинку. Так, как нам это нужно. Здесь у нас еще и кнопка улетела, вы можете видеть, да. Вот. Здесь, то есть компонуйте именно так, как вы считаете нужным. Например, вот этот вот элемент. Я бы его вот так раздвинул. Поместил его выше. Дальше. Меню оставил, где есть. Вот этот элемент телефона чуть подвинул бы. То есть просто двигаем все это дело так, как нам это видится. Соответственно, сообщение где-то здесь. Кнопка здесь. Ну, вообще надо, чтобы это было по центру картинки, да. Хорошо, что здесь есть такие направляющие, которые показывают, что у нас все по центру. Как в фотошопе. Нажимаем с вами сохранить черновик. Кликаем широкоформатный. То есть видим, что здесь остается все так, как у нас было на дикстопе. Видим то, что тоже смотрится, как мы это видим, как мы это сделали. То есть и здесь, вы видите, помечаются галочками те макеты, которые мы с вами включили, да. Изначально широкий уже был включен, дикстоп только что включили. Соответственно, внизу у нас тоже в подвале не все ровно. Тоже двигаем здесь. Следующее, что нам нужно кликнуть по стрелочке, да. Перейти, посмотреть, что у нас происходит со вторым экраном. Здесь тоже с картинкой не все хорошо. Меняем ей, сбрасываем размеры. Соответственно, она у нас просто гигантского размера. Убавляем ее так, как нам это нужно. Текст тоже двигаем. Отступаем от края каркаса браузера. Этот текст тоже двигаем. В общем, делаем так, как нам это нужно здесь. Сохраняемся. Переходим к третьему блоку. У нас широкоформатная карта. Посмотрим после публикации, что с ней вообще будет происходить. Поэтому здесь у нас править блок нужно только лишь вот эту подложку, да. Телефон, видите, сам каркас тоже достаточно большой. Я предлагаю его вот так вот убавить. Поместить где-то по центру. И убавить подложку, да. В общем, здесь принцип понятен. Просто двигаем, как нам нужно. Если нам слой телефона мешает, можем его заблокировать. И тогда нам ничего не будет мешать двигать данный слой. Под ним который. В общем, здесь все подвинули. Нажимаем сохранить. Давайте посмотрим. Кликнем широкоформатный. Видим, что здесь все вернулось. Именно так, как у нас это было. Сейчас я не стараюсь прям сильно так ровнять, да. Сейчас мы просто тренируемся, смотрим. Я вам показываю, как это работает здесь. Также смотрим с вами второй экран. Планшет широкоформат. Посмотрим. Первый экран еще раз. Вот такого вида. Соответственно, по аналогии вы переходите дальше. Планшет. И включаете его. И все здесь редактируете. То есть я уже не вижу смысла вам это объяснять, потому что здесь по аналогии вы все двигаете. Я сейчас это делаю без вас. Ставлю видео на паузу. И продолжим далее. Итак, каждый макет я поправил. Давайте начнем со смартфона. Вот видите, просто отравнял блоки. И смотрите, что здесь еще можно сделать. На планшете бывает частенько мы можем спрятать какие-то картинки, которые, например, неактуальны. Вы видите, здесь меня нет. Что я сделал? Смотрите, вот здесь видите картиночка. Если я по ней клику, она восстанавливается. По карандашку здесь есть такой элемент «Скрыть». То есть вы этот объект скрыли только на смартфоне. На других версиях мобильных эта картинка будет присутствовать. Это, ну, хорошо, это правильно. Причем на мобильном смартфоне иконка меню, вы видите, сама становится такой иконочкой. Вообще, если у вас меню якорное, не имеет внутренних подменю, то такая иконка здесь не нужна. Потому что на телефоне обычно сайт прокручивает пальцем. Поэтому это меню, тоже иконку можно скрыть здесь. Вот, сразу сохранимся. Соответственно, смотрим планшет. Видно, здесь картинку я тоже убрал. И картинка будет только здесь, на широком таком варианте планшета. Ну, декстоп это, типа ноутбук. На самом планшете вот я решил картинку убрать. Ну и компьютерная версия. То есть все блоки поправили. Что делаем дальше? Здесь, конечно, еще можно много о чем говорить и многому я вас могу научить. Как делать внутренние страницы. Здесь мы многие кнопки даже не рассмотрели. Там меню, магазин, галерея и другие элементы. Но мы с вами до этого еще дойдем. Давайте теперь посмотрим, как опубликовать сайт. На этом хостинге, JustHost, у нас есть домен. Если вы смотрели мои предыдущие уроки, то я размещал Joomla. Так вот, Joomla я оттуда удалил. И на тестовый домен хочу разместить данный сайт. Еще раз сохраним черновик. На всякий случай. И здесь, на этой же иконочке, есть, видите, опубликовать. Давайте нажимаем на эту кнопку. Идет подготовка. Завершено. И все, вроде ничего не происходит, да? Но если мы перейдем на наш домен, тестовый, обновим страницу и вуаля! Все, сайт размещен на тестовом домене. И фавиконка присутствует. Давайте проверим. Якоря работают. Внизу информация о куке работает. Кнопка «Подробнее» у нас перематывала к блоку «Контакты». Также перематывает. Единственный момент. Title сайта. Здесь написано «Главное». Ни в коем случае оставлять это нельзя. Это не доделки. И это абсолютно говорит о том, что сайт делал новичок. Здесь я допустил, видимо, ошибку. Смотрите, заходим в SEO. Я вам говорил, нужно здесь размещать название. Оно здесь не показывается, но ничего страшного. Title копируем. Переходим к «Главное». Проставляем title здесь. Давайте проверим. Сохранить. И еще раз опубликовать. Файлы заменятся сейчас на домене. Обновляю страницу и вуаля. Здесь на вкладке у меня показывается... То есть вы сейчас... Здесь экран у меня обрезается. Вы этого не видите. Но вот вы видите, сейчас я навожу мышь на вкладку своего сайта. И всплывает title. Именно сейчас правильный title. Это очень важный момент. Следите за этим внимательно. Сейчас title работает. Соответственно, если я по якорям хожу, все равно title тот же. То есть имейте в виду, что для главной, выделяете здесь главную, обязательно здесь прописываем title, описание прописываем тоже. И здесь проставляем openGraph изображение, наш логотип. Если мы пройдем с вами в файловый менеджер и зайдем в папку publish.html, то действительно файлы с сайта, вот они все здесь лежат. И этого конструктора. То есть они располагаются именно в корневой папке publish.html. Вот они все здесь. То есть этот сайт-конструктор помещается в наши папки и привязывается к нашему тестовому домену, который мы создали ранее. Можете даже попробовать зайти по своему адресу через телефон. Я зашел через телефон. И действительно мобильная версия работает именно ровно так, как мы это двигали, блоки как мы хотели, чтобы это было, чтобы это выглядело, скрыть, что хотели. Все выглядит хорошо. Я сейчас только что зашел через свой телефон, тоже все работает. Информация о куки внизу всплывает. Да, конечно, здесь возможно нужно будет доработки какие-то делать, но сам факт, что все работает. Все у нас нормально. Если вас этот конструктор устроит, вы можете спокойно создавать здесь реальный домен, красивый покупать, и на этот домен сделать здесь через этот конструктор себе потрясающий сайт, без прибегая к программе Adobe Muse, за которую надо платить. Заплатили только за хостинг, и вот вам, пожалуйста, онлайн Adobe Muse. Я вам рассказал, в принципе, самые такие основы. Далеко еще не все. У нас здесь остается много еще кнопок элементов, о которых я хотел бы рассказать. То есть меню, многостраничный сайт, рассказать о кнопках там YouTube, фото, галереи, и самое интересное и мощное – это магазин. То есть как повесить магазин, я это уже смотрел, смотрел, что там есть платежка прикрученная, можно прикрутить, то есть товары, кнопка в корзина, и тут даже есть соответствующие шаблоны. Это все можем, в принципе, рассмотреть в следующих уроках. Основы данного конструктора я дал. После этих трех уроков вы уже сможете, в принципе, самостоятельно вот так вот собрать такой сайтец. Желаю вам в этом успехов. Меня зовут Федор Васильев, и до новых видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!